11 февраля в Мордовии произошло два пожара и три ДТП, которые унесли жизни двух человек. Еще трое пострадали. Около 11 часов вечера на пульт диспетчера службы 112 поступил вызов о возгорании в Большейгнатовском селе Отяшево. На улице Горно-Полевая загорелся деревянный дом площадью 50 квадратных метров. По предварительной информации в доме на момент сообщения мог находиться один человек. Хозяин дома Бершин Владимир Иванович, 1957 года рождения. Когда приехали первые пожарные расчеты, дом полыхал как факел. Справившись с открытым горением, спасатели обнаружили возле печи тело мужчины. На этих фото – последствия пожара, который полностью уничтожил строение. Как позже рассказали соседи, в доме мужчина проживал один, родственников в селе у него не было. В МЧС уже назвали предварительную причину возникновения огня. Дом не газифицирован и без электричества. Это позволяет считать предположительными причинами пожара неисправность либо неправильную эксплуатацию печного отопления или неосторожное обращение с огнем. Несколькими часами ранее в Саранске на улице Роза-Люксембург произошла авария. 21-летний водитель не справился с управлением Вольцвагена Пола и протаранил дерево. Серьезных травм молодой человек не получил, врачи осмотрели его на месте и отправили лечиться амбулаторно. Авария со смертельным исходом случилась около 9 часов вечера на первом километре трассы Зубово-Поляна-Потьма. 23-летний житель села Каргашино Зубово-Полянского района, управляя автомашиной ВАЗ-21-144, совершил наезд на вышедшего на проезжую часть 43-летнего жителя поселка Потьма Зубово-Полянского района, который переходил проезжую часть автодороги перед близкоидущей автомашиной вне пешеходного перехода. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Столкновение оказалось настолько сильным, что пешеход погиб, не дождавшись приезда скорой помощи. Пассажиру автомашины была оказана медицинская помощь на месте ДТП. Погибший был одет в темную одежду, световозвращающих элементов на одежде не имелось. Еще одна авария с пострадавшим случилась в Чамзинском районе в 7.45 утра. 52-летний водитель девятки выехал на встречную полосу и столкнулся с приорой. В результате водитель последний был направлен в больницу. Во всех случаях водители были трезвы, сообщили в ГИБДД. Екатерина Шоукурова, программа происшествия.